Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли директора музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля Дмитрий Бак. Дмитрий Петрович, очень рад вас видеть. Здравствуйте! Стоимно, добрый день! Вы пришли к нам с целой россыпью юбилеев. Имена фантастические, имена значимые. Ну, Бунин, Некрасов, Достоевский, Есенин. Юбилей – это ведь просто повод, да? Лишний раз обнаружить что-то живое и очень интересное нам, ныне живущим. Вы знаете, каждый из писателей, которых вы назвали, я поприбавил еще Фета, Афанасию Фету, Афанасию Фету тоже в этом году 200 лет. Каждый из писателей за последние годы или десятилетия, ну, так или иначе, меняет свою репутацию, да? Меняет в очередной раз. В советское время Бунин был запрещен или полузапрещен и выглядел таким экзотическим и запретным. В постсоветское время он не выиграл ничего, в отличие от Замятина, от Гумилева, от Набокова, которых вообще впервые разрешили. И сейчас возникает совершенно новая задача – представить Ивана Алексеевича без разбивки на нашего и не нашего, на хорошего и плохого, на здешнего и эмигрантского. И просто показать, что это не только первый русский Нобелиад формально так получилось. Хотя там Горький, да? По этому поводу очень сильно переживают. Да, конечно, это так, но Нобелевская премия – это всегда акт, и не литературный тоже. Здесь Бунин предстательствует за всю русскую литературу, эмиграции, а русские зарубежья – это огромный мир. Так вот, Бунин не только первый русский Нобелиад, но это гражданин мира. Это писатель, который побывал в очень многих местах, и писал не только о России, и понятен очень многим представителям других литератур и нации. Вот на этом мы делаем акцент. Тогда в эту цифру, 150-летие Алексеевича, нужно привлекать, получается, и столицу Франции, и столицу Египта. Именно так и есть. Так и есть, да? Ровно так и есть. Я права не знаю, угадали вы, или тут есть какой-то умысел, но вы знаете, что есть. Если есть, только добрый. Я понял, да. Есть официальный оргкомитет к 150-летию Ивана Алексеевича Бунина, как и по другим авторам, они тоже есть. А день рождения в октябре? Именно так. И вот как раз в ближайшее время будет целая серия мероприятий за рубежом, именно в тех местах, где Бунин либо жил, либо путешествовал, либо прославился. Это будет и круглый стол, и концерт. Это все организовано при прямой поддержке Министерства культуры, которое по-новому к этому относится. Ведь литература и культура – это повод, ну, как бы заставить заговорить о русском, да, с большой буквы, без всяких барьеров политических, социальных и так далее. Будет мероприятие и в Египте, потому что Бунин и Восток, Бунин и Святая Земля – это тоже очень богатая тема. И там тоже будет разговор о Бунине, и будет очень большой интерес, мы это уже знаем, со стороны местных литераторов. Например, глава Культурного института Египта сейчас здесь, переводчик Достоевского, что говорить, это может быть не совсем ожиданно, но русская литература и Бунин – это, ну, вот, посол всего русского. Поэтому мы ожидаем, что здесь все будет как нужно. Наш музей, ну, известно, что он самый крупный из литературных музеев, но мы видим свою миссию не только в самопрославлении, ну, мы крупные и что с того? А в том, чтобы создать сеть литературных музеев. Сейчас она создана, формализована, уже пять лет существует Ассоциация литературных музеев России, и мы стараемся, чтобы можно было одним щелчком привести в движение вот всю эту сеть. И что касается Ивана Алексеевича, то участвуют все бунинские регионы. Мы готовим выставки к этим. Это Елец должен быть, да? Это обязательно. Елец и Липецкая область нынешняя, тогда ее не было. Это Тула, естественно, город Ефремов, небольшой, где тоже есть музей Бунина. Это Воронеж, где нынешней осенью, как раз к дню рождения Бунина, открывается специальный музей Ивана Алексеевича. Это Москва, естественно. Да, вот все. И Орел, да, чуть не забыл Орел, где столько писателей. Слушайте, какова же инерция его имени и его таланта, и вообще его личности? То, что большевики ластиком не стерли окончательно, хотя бы за окаянные дни. Да, окаянные дни очень долго не публиковались, и это действительно один из самых емких текстов. Кровоточащих. Кровоточащих. Бунин, собственно, он даже не эмигрировал, а он просто уезжал через юг. И крах языка, крах быта, это был ключ к краху той России, которую он увез с собой, как Джойс увез Ирландию. И нельзя забывать, что Бунин поэт. Ну, как бы он у нас на третьем плане поэт, так считается. Но на самом деле мое убеждение состоит в том, что мы должны, как и Набокова, кстати, в качестве лирика Бунина, наверное, не то, чтобы воскрешать, им об этом не нуждается, но подчеркивать его значение. Вот одно из последних стихотворений, я просто его помню, надеюсь, не забуду. Ледяная ночь, мистраль, он еще не стих, вижу в окна блеск и даль, гор холмов ногих, золотой недвижный свет до постели лег, никого в подлунной нет, только я да Бог знает, только он мою, мертвую печаль, ту, что я от всех таю, холод, блеск, мистраль. Это великие стихи. Мертвую печаль, ту, что я от всех таю. Бунин – это тайна. Несмотря на то, что есть другой Бунин, которого блестяще сыграл Андрей Смирнов в фильме «Дневники его жены», вот такой внешний… Алексей Учитель, да. Сейчас же все живут в сетях, в интернетах, во всех этих прекрасных и ужасных, одновременно, как любое крупное явление. Все с плюсом и с минусом. Вот почему вот… мне кажется, что нерв уходит, понимаете, есть какие-то… Уходит. Что с этим делать? Вы знаете, здесь сеть, конечно, зло. Вообще она не зло, я не склонен к каким-то ламентациям по поводу социальных сетей и так далее. Но в понимании литературы, она зло. У меня было одно интервью, которое редакция назвала «8 строк фета изменит ваш мозг». Очень понравилась статья Владимировна Черниговская, которую я очень почитаю. И это правильно, потому что сетевое чтение плоскостное. Мы хотим, чтобы слово означало ровно само себя. А в поэзии не так. Я чувствую себя, я преподаю, как, конечно, вы знаете, и я чувствую себя таким чревовещателем. С каждым годом все больше, потому что… Почему я помню стихи, например, это вызывает удивление? Потому что это навык другого чтения и понимания. И мы хотим дать нового фета абсолютно нашим посетителям нашей юбилейной выставки. У нас будет, конечно, прекрасная выставка к юбилею Есенина, совместная с его музеем-заповедником в Константинове под Рязани. Ох, какие там места красивые. Да, этот окский вид абсолютный. Ой, какие места. То есть мы стараемся быть той точкой, где сходятся все силовые линии. Ну, а что касается Достоевского, юбилея тут в будущем году, то мы готовы просто к тому, чтобы создать в Москве новый музей Достоевского. Нам отдали весь флигель, где Достоевский не родился, но жил буквально с молодых ногтей первые годы жизни. Там будет экспозиция совершенно новая, удивительная. Я тут не хочу всего раскрывать, поинтригуем. Но музейные технологии изменились так, что если мы хотим, чтобы в музей пришли через 20 лет, но иначе нельзя делать что-то, то мы должны понимать, как выглядят те экспозиции, которым сейчас 20 лет. Но в них нельзя... ну, как бы они очень устаревшие, смешные. А вы сейчас рассказываете про Федора Михайловича, и я вспомнил, что у вас теперь в музее сделан какой-то то ли репринт, то ли с комментариями преподнесено Евангелие, которое Федору Михайловичу подарили жены декабристов, когда он следовал. Это у нас была презентация, а издали это коллеги из Тобольска. И ух ты, все лавры. Это удивительный шедевр. Это книга, которая запакована в специальный ящик, который выглядит как каземат. Она весит килограмм 20, наверное. И там сделано так, что ты можешь открыть это Евангелие на любой странице, а рядом на той же странице открывается комментарий. Там подняты рентгеновским образом отчерки ногтей Достоевского. То есть то, что его интересовало... Это ведь была книга единственная на протяжении... Ну, он был в Омске 4 года, в Остроге, потом на поселении в Кузнецке и в Семипалатинске. Как мы знаем, свои 10 лет он отбыл полностью. Но трудно себе представить человека, который месяц, другой, третий имеет только одну книгу. Другой у него нет. Ох уж там смыслы в этих словах у него открывались. Вот тебе и великий инквизитор. Вот смотреть, что именно выделено Достоевским, куда, в какую сторону он загнул страничку, это удивительная вещь. И разговор Алеши с чертом, кух, как это все потом... Разумеется, это без Евангелия. Ну, вы знаете, что недавно Папа Римский сказал, что нельзя быть священнослужителем, если у тебя на столе нет Достоевского. Это говорит предстоятель фанталлической церкви, нашему президенту. Поэтому, безусловно, здесь огромное влияние. Но у нас еще была блестящая выставка Достоевский и Шиллер, только что завершенная. Это феерический проект, потому что наши партнеры в Германии, это музей, который находится в Марбахе, там родился Шиллер, он крупный, подобный нашему. У нас уже было несколько проектов. Но Шиллеровский проект в 1922 году, который начнется только, он будет феерическим. Потому что это будет не только пять выставок. Это будут выставки, как мы надеемся, в Марбахе в Германии, в Москве, Петербурге, Тобольске и Кёнигсберге, Калининграде. Да, это будет маршрут виртуального путешествия Шиллера. Но мы организуем выставочный, Шиллеровский семинар, мы переведем Шиллера заново. Такая буря и натиск с нашей стороны. Да, мы надеемся, что поставим какие-то спектакли. Я не уверен, что на больших сценах, на студенческом театре школы-студии очень на это надеюсь. То есть это будет путешествие Шиллера в Россию, которое принесет не только плоды насмотренности и впечатлений, а прямые результаты Шиллера меньше переводили, чем Шекспира. Ведь он даже ничего не знающий литературе знает, что есть спор о том, чьи переводы Шекспира лучше, словно говоря, по сторонам Колодковский или Щепкин, Куперник. А Шиллера этих разговоров нет просто потому, что он слишком давно стал такой абсолютной классикой. Вот Россия, мировая литературная держава, она еще проявляет себя в том, что она абсорбирует, впитывает в себя мировую классику. Это тоже наша тема. Поэтому российская литература, а не только русская. А вот мы сейчас говорили про Бунина, и вот так вот, если выходить уже на финал, а Грац, почему мы не вспомнили про Грац? Ну, пока не вспомнили. Но это ничего не значит, у нас впереди еще много времени. Я понимаю вопрос, да. У нас и юбилей нашего музея в будущем году, 17 октября, Музею истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля исполняется 100 лет. Так что... А сколько филиалов сейчас? 12? Ну, вы знаете, вопрос... Это домов-музеев, скажем, включая вообще все. Вопрос непростой, потому что у нас есть еще две выставочные площадки. Это новое здание на Зубовском бульваре и старое, почтенное, прекрасное здание в Трубниковском переулке. Это не дома-музеи в прямом смысле. Там нет экспозиции постоянной. Но эти две площадки прекрасные. Там идут события, есть выставки. А домов-музеев, давайте считать. Это Лермонтов-1, Герсон-2, Достоевский-3, Чехов-4, Алексей Толстой-5, Брюсов-Серебряный век-6, Пастернак-7, Чайковский-8, Пришлин-9, Солженицын-10. Вот в Музее Серебряного века у вас концерты хорошие проходят. Да нет, он прекрасный, и мы тоже его надеемся реставрировать, реэкспонировать, придать ему новое дыхание. Наконец у нас будет Музей звучащей литературы. На минутку. Первые в истории человечества. Там будут звучать подлинные голоса авторов, писателей? Да, у нас вторая коллекция в стране архивных звукозаписей, которая ведет свою родословную от Института Живого Слова в Петербурге, восходит к Бернштейну, восходит к Льву Алексею Чешилову, легендарным аудиоархивистам. Ну, Лев Николаевич мы знаем, да, его голос можно услышать. А вот самый-самый, казалось бы, немыслимо сохраненный голос... Вы знаете, меня поразил Уолту Итман. Вот этот как бы не вяжется с звукозаписью. Ну, это же опять не русская литература, но тем не менее. Нет, у нас есть все, Мандельштам, Есенин, кто угодно. Это одна часть коллекции, а другая часть коллекции, более современная, это коллекция Анатолия Шагиняна. Анатолия Шагиняна, это литературные передачи, которые были по вражьим голосам. И кого там только нет, как мы с вами прекрасно можем догадаться. Это все эмигранты или гастролирующие, условно говоря, советские писатели, которые там говорили более свободно. Огромная коллекция. И у нас есть огромная коллекция и техники, не только звукозаписывающие, но и сопутствующие всему этому. То есть это будет такой технологизированный музей, где можно будет послушать голоса, чем современного молодого человека не завлечешь. Может нажать три клавиши и услышать это в интернете. Важно, как это представить. Но это одна из наших ягодок. Спасибо вам большое. Спасибо, Дмитрий Петрович. Сегодня в главной роли директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак. И мы говорили о предстоящих юбилеях великих русских писателях. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok